Продолжать бороться, ведь на кону жизнь. В эфире нашего телеканала мы уже рассказывали историю 30-летнего Ивановца Александра Стрелкова. У отца двоих маленьких детей медики диагностировали рак желудка четвертой стадии. Российские врачи обнадежить молодого мужчину и его близких не смогли. Но семья и друзья Александра не опустили руки. Благодаря неравнодушным пользователям соцсетей и телезрителям нашего телеканала удалось собрать почти миллион рублей на лечение Саши за границей. Сейчас он в клинике в Индии. Позади вторая химиотерапия из пяти назначенных. Близкие, оставшиеся в Иванове, решили подбодрить Александра и организовали для него маленький флешмоб в самом центре города. По результатам этой химии будет проведено повторное обследование, которое покажет дальнейший план действий, как врачи будут дальше его лечить. Может, это будет операция, пока неизвестно. Мы хотели ему просто напомнить, что он не один в своей болезни. Решили поддержать его, запустим шарики в небо. Расстояние не помеха. Чтобы поддержать мужчину в, возможно, самый тяжелый и ответственный период его жизни, пришли и незнакомые ему люди, узнавшие его беде со страницы в соцсетях, и друзья, для которых новость о болезни стала шоком. Разноцветные шары как символ того, что все будет хорошо. Для меня было шоком. Я вообще была в шоке, потому что Саша один из лучших людей в моей жизни. Встречала я. Он один из лучших людей. Мы как можем, мы поддерживаем его, мы верим в него. Я думаю, что все будет хорошо. Я уверена в этом. Надежда есть. Индийские врачи дают 40%. Это гораздо оптимистичнее прогноза российских медиков. Небольшой, но все же шанс, упустить который Саше нельзя. Ведь в тысячах километров от жаркой Индии есть люди, которые верят в него и не позволят ему сдаться. Три, четыре. Займите с собой. Спасибо. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.